Если ты хочешь избавиться от обиды раз и навсегда, то тебе необходимо освободиться от своего чувства собственной важности. Задача эта непростая, и работы предстоит очень много. Но! Нет ничего невозможного, а предупрежден, значит вооружен. В этом видео я назову тебе пять причин, почему ЧСВ так трудно проработать. Привет! Это безобид.org, меня зовут Александр. Расскажу тебе все про обиду и о том, как от нее избавиться. Быстро, эффективно и без помощи психологов. Если тебе эта тема интересна, обязательно подпишись на мой канал и кликни на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. Все ссылки на материалы, помянутые в этом видео, найдешь в описании. И обязательно досмотри это видео до конца, потому что в конце видео я дам тебе проверенный способ освободиться от своего чувства собственной важности. В своем недавнем видео я познакомил тебя с одним из самых жирных подсознательных корней обиды. Чувствам собственной важности, или ЧСВ. Основная идея видео заключалась в том, что реальное освобождение от обиды возможно лишь в том случае, если ты перестанешь зацикливаться на себе, то бишь проработаешь свое ЧСВ. Сказать, что это проще сказать, чем сделать, это ничего не сказать. Проработка ЧСВ это крайне сложная задача, и те немногие, которые по тем или иным причинам решили что-то сделать со своим ЧСВ, очень быстро обнаруживают, насколько страшный зверь этот ЧСВ, и как непросто его усмирить. Но предупрежден, значит вооружен. Если ты будешь заранее готов к трудностям на различных этапах проработок, ты повысишь свои шансы на успех. Вместо того, чтобы отчаиваться или отвлекаться от проработок, ты будешь понимать, чем вызваны трудности, и что еще осталось проработать. И для того, чтобы подготовить тебя к практически неизбежным трудностям на пути к проработке ЧСВ и освобождению от обиды, на помощь придет как раз это видео. Вот пять причин, по которым ЧСВ так трудно поддается проработке. Причина номер один. ЧСВ закладывается с детства и оперирует на подсознательном уровне. Здесь, думаю, ничего удивительного нет. Заложенное с детства будет сопровождать тебя всю жизнь, если только тебя не накроют какими-нибудь потрясениями, мистическими переживаниями, или же если ты не начнешь массировано прорабатываться. Для иллюстрации возьмем что-нибудь простое. Например, твое имя. Допустим, тебя зовут Катя. Ты идешь по улице в центре Москвы, и слышишь, как кто-то кричит «Кать!». Скорее всего, ты отреагируешь. Чисто логически ты подозреваешь, что вряд ли это зовут тебя, потому что ты ни с кем не договаривалась увидеться, да и голос незнакомый. Но ты все равно на автомате можешь остановиться или замедлить шаг. Или хотя бы насторожиться. Почему? Потому что ты с детства связываешь слово «Катя» с собой. Тебя так звали мама и папа, поэтому ты продолжаешь фокусировать свое внимание на том, кто произнес это имя. Ты же не реагируешь, когда-то кто-то кричит «Олег!». Потому что для тебя Олег – это просто какое-то имя. Это реагирование происходит не на уровне логики или рационального мышления. Оно работает на более низком уровне, на уровне твоего подсознания. С логической точки зрения ты осознаешь, что в имени Катя нет совершенно ничего особенного. Тебя могли назвать и Машей, и Олей, и да, чисто логически Катя – это всего лишь имя, всего лишь слово. Но на деле для тебя это не просто слово. Для тебя это нечто большее. С ЧСВ примерно такая же заварушка. Чисто логически ты осознаешь, что да, зацикливание на мыслях о себе – это всего лишь способ восприятия себя и мира. Но этот способ был привит тебе с детства, и поэтому просто так поднапрячься и перестать им пользоваться – задача практически невыполнимая. Ты не можешь просто так взять и отбросить то, что в тебя зашили с детства. Это потребует длительных, планомерных и упорных проработок. С пониманием, зачем тебе это надо. А с последним возникают трудности, потому что рано или поздно ты увидишь, что проработка ЧСВ – это фундаментально противоречивое намерение. Почему? Потому что ЧСВ тебе нужно. Это основа того, каким ты видишь себя в этом мире. Вторая причина. ЧСВ лежит в основе твоего самовосприятия. Зацикленность на себе и содержимом своего внутреннего диалога – это основа того, как ты себя воспринимаешь. С самого детства тебе постоянно прививали какой-то образ, пока ты не породнился с ним, подкрепляя его мыслями о себе. И большую часть дня ты проводишь, прокручивая в голове эти мысли. Ты думаешь о себе и своей жизни, о том, что ты будешь делать сегодня вечером, о своем прошлом или будущем, о том, что о тебе думают другие, о том, как с тобой кто-то себя повел, о том, как с тобой кто-то поступил, о том, как ты повел себя с кем-то в прошлом или как поведешь себя с ним в будущем, о том, почему ты живешь так, как ты живешь, о том, почему ты именно такой, а не другой. Продолжать еще можно очень долго. Суть в том, что зацикленность на себе и своем внутреннем диалоге – это один из фундаментальных аспектов твоего существования. И это не осуждение, это констатация факта, касающегося большинства людей. Люди проводят всю жизнь, непрестанно думая о себе. ЧСВ – это не просто какое-то ограничивающее убеждение, типа «никто меня не полюбит настоящего». Такое убеждение поддается проработке намного проще, потому что оно более локальное, нежели ЧСВ. Это убеждение, например, не проявляет себя в тот момент, когда ты бесишься на кого-то за рулем или втираешь другу свое мнение о политике. ЧСВ – это фундамент самовосприятия, определяющий чуть ли не все, что происходит в твоей жизни. Если ты бесишься на кого-то, кто тебя подрезал – это ЧСВ. Если ты нервничаешь, думая о том, как завтра пройдет собеседование – это ЧСВ. Если ты убежден в истинности своих политических взглядов – это ЧСВ. Если ты ненавидишь себя за то, что ты куришь – это, опять же, ЧСВ. ЧСВ – это неотъемлемый компонент тебя как личности, а фундаментальные компоненты личности прорабатываются очень и очень туго. Как-никак они закладывались с измольства, закреплялись социумом, да и зачастую банально очень тобой любимы. Их нужно месяцами долбить проработками и с разных сторон, чтобы они перестали определять твое самовосприятие. Никаких быстрых решений тут нет, только планомерные, тотальные проработки всего содержимого внутреннего мира. Почему всего? Объясняю дальше. Причина номер три. ЧСВ определяет твою картину мира. Если подсознательно ты стремишься в течение жизни ощущать свою важность, это неизбежно отразится на том, как ты взаимодействуешь со своей реальностью. Твоя картина мира, также называемая мировоззрением, напрямую зависит от того, как ты воспринимаешь себя. Чтобы не изобретать колесо, я приведу определение мировоззрения из русскоязычной Википедии. Мировоззрение – это система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нем человека, общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение придает деятельности человека организованный, осмысленный и целенаправленный характер. Какова позиция «я», таково и восприятие мира, замещает Жан-Поль Сартер. Начнем с твоего места в мире. Твое место в мире – это и есть твоя важность. Хоть ты считаешь себя песчинкой, никем в масштабах вселенной, хоть ты считаешь себя лидером тусовки, хоть ты считаешь себя успешным среди женщин, хоть ты считаешь себя самым справедливым отцом в мире, если ты считаешь себя кем бы то ни было, ты уже важничаешь. Потому что ты не можешь считать себя кем бы то ни было, не зацикливаясь себе и содержимым своего внутреннего диалога. Почему я так категоричен? Потому что сегодня ты успешен среди женщин, а завтра тебя могут послать. Сегодня ты справедливый отец, а завтра обнаружишь, что поступил нечестно по отношению к младшему сыну. Сегодня ты лидер тусовки, а завтра выяснится, что в своем мнении ты одинок. ЧСВ это то, что посредством твоего внутреннего диалога создает и закрепляет в тебе образ самого себя. Через этот образ ты потом взаимодействуешь с реальностью, и с чем бы или с кем бы ты не взаимодействовал, этот образ будет сопровождать тебя, за исключением случаев его временного исчезновения, например, в момент оргазма или при погружении в любимое дело. Далее, твое отношение к самому себе. Вначале ты формируешь образ себя, а потом строишь с этим образом отношения. Вот эту часть себя я люблю, а вот эту ненавижу. Вот это надо бы подправить, а это мне нравится. Вот эта черта моего характера классненькая, а та отстой. Ты чувствуешь, насколько мысли подобного рода преисполнены ощущением твоей исключительности и важности. Сколько внутренних ресурсов ты уделяешь этим играм в отношении со своим образом себя. Удивительно, что на какие-то реальные действия у человека с подобной внутренней коммуникацией остается не так много сил. Обусловленные взглядами жизненные ориентиры это не что иное, как твои убеждения. И какие могут быть убеждения у человека с повышенным ЧСВ? Именно те, которые потворствуют его ЧСВ, конечно. Это может быть как высосанная из пальца, вернее из детства, уверенность в собственной уникальности, так и убежденность в собственном идиотизме и неспособности ни на что дельное. Оба убеждения стоят на службе у ЧСВ. Твоему ЧСВ ведь не важно содержимое твоих убеждений. Хоть ты мажешь свое эго маслицем, думая, что ты уникальный и особенный, хоть ты его пинаешь ненавистью к себе, годится и то, и другое. До тех пор, пока ты зацикливаешься на себе, все методы хороши. А потом ты якобы уникальный и особенный, или же якобы неудачник и дурак, идешь и взаимодействуешь с реальностью через призму своих ограничивающих убеждений. Какова позиция я? Таково и восприятие мира. Это прекрасное в своей лаконичности и праведности замечание. Позиция я и ЧСВ связаны? Да они чуть ли не слиты в единое целое у большинства людей. И конечно же восприятие мира будет обусловлено чувством собственной важности, как ни крути. Поэтому обнаружив в процессе проработок, что ЧСВ почему-то все продолжает в тебе жить, не стоит удивляться. Весь твой внутренний мир построен на нем. А значит брать нужно весь твой внутренний мир и прорабатывать скопом. С точки зрения логики, я надеюсь, что это более-менее понятно. Но наша жизнь это не только логика, это еще и эмоции. А что эмоции? Эмоции, увы, только подливают масло в огонь, вставляя палки в колеса нашему намерению проработать ЧСВ и добиться радикальных изменений в восприятии. Почему они так делают? Потому что они работают на твое ЧСВ. Причина номер четыре. ЧСВ каждый день подпитывается твоими эмоциями. Целый ряд столь знакомых каждому человеку эмоций находится на службе у ЧСВ. Речь идет прежде всего о негативных эмоциях. От многих негативных эмоций ты втайне от самого себя извлекаешь пользу, потому что они помогают тебе важничать. Для пояснения я решил позаимствовать небольшой список эмоций из вот этого видео. Хорошее видео, кстати. Советую посмотреть, если ты знаешь английский язык. В том видео приводятся четыре эмоции, которые тесно переплетены с твоим ЧСВ. Стыд, вина, зависть и ревность. Цитирую и перевожу содержимое. Стыд. Желание спрятать, прикрыть, соврать или умереть, потому что ты ощущаешь себя ущербным из-за своего чувства неполноценности или чувства превосходства над окружающим. Вина. Желание исправить проступок или плохое решение, потому что ты ощущаешь свою личную ответственность за содеянное. Зависть. Стремление уничтожить, атаковать или принизить способность, собственность или ресурсы другого, потому что ты чувствуешь, что у тебя этого никогда не будет. Ревность. Желание соперничества с другим или желание получить то, что есть у другого, потому что ты этого хочешь и чувствуешь, что можешь это заполучить, если постараешься. Все вышеперечисленные эмоции провоцируются твоим ЧСВ и его же подпитывают. И стыд, и вина, и зависть, и ревность вынуждают тебя зацикливаться на себе, заставляют прокручивать в голове истории о себе из раза в раз. Ты можешь думать, что из этих эмоций в некоторых случаях может быть извлечена польза. Это не меняет сути. Скорее, это только подкрепляет мой довод. Если ты считаешь, что полезно ощущать стыд или вину, то ты тем самым косвенно считаешь, что полезно иметь ЧСВ, а значит и прорабатывать его будет труднее. Да и потом, мы же с тобой говорим про эмоции. Эмоции для большинства людей это и есть жизнь. Это на словах многие соглашаются, что зависть и ревность это плохо. Но на деле это именно то, что отчасти делает их людьми. Они со своими эмоциями расставаться не хотят. Ведь что за жизнь без эмоций? Только если человек достала какая-то эмоция, он начинает воспринимать это как проблему. Например, тебя достала обида, и теперь ты здесь. Но готов ли ты к серьезным мерам, чтобы избавиться от обиды? Ведь придется прорабатывать ЧСВ, а это затронет все твое существо. В том числе и твое эго. А твоему эго очень не понравится твое стремление устранять ЧСВ. И это последнее, но отнюдь не последнее по важности, причина, почему ЧСВ так трудно проработать. Пятая причина. ЧСВ охраняется твоим эго. Для тебя очень важно то, как к тебе относятся. Для тебя важно то, как ты относишься к другим. Ты это личность со своими взглядами, приоритетами, убеждениями, целями и желаниями. Не так ли? Если это так, то какой для тебя интерес прорабатывать собственную важность? Ведь если не будет важности всего того, из чего состоит твоя личность, что станет с самой этой личностью? Что станет с твоими желаниями, если ты более не будешь придавать им существенное значение? Некоторые из них останутся, другие улетучатся. Что станет с твоими убеждениями и приоритетами, если ты не будешь придавать им важности? Многие из убеждений просто исчезнут, а приоритеты могут радикально поменяться. Что происходит в жизни человека, если у него вдруг меняется приоритет? Часто от этого вся жизнь превращается в хаос. Могут быть очень серьезные последствия для тебя, твоей карьеры, личной жизни, твоих целей и задач. Может развиться депрессия, наряду с отсутствием понимания, что делать с жизнью дальше. Кстати, о целях. Многие из них опираются на твое желание быть важным. Если этого желания больше не будет или если оно будет сильно уменьшено в результате проработок, то и цели могут исчезнуть. Что мы в итоге имеем? Если ты будешь прорабатывать свое ЧСВ, то цели могут пропадать, приоритеты могут меняться, прежние убеждения, за которые ты держался, могут исчезать, а желания могут будто бы испаряться. Как по-твоему, твое эго позитивно воспримет такие изменения? Оно будет радоваться тому, что его лишают привычных игр? Или же оно, почуяв, куда ведет эта дорога, будет вставлять палки в колеса, идя на любые миры, чтобы отвратить тебя от дальнейших проработок ЧСВ? Если ты выбрал второе, то угадал. Да, конечно, поначалу эго обрадуется проработком, потому что для тебя это будет что-то новое. А если ты еще увлекаешься саморазвитием, то тем более, эго обожает развиваться. Но если ты будешь прорабатываться серьезно, тотально и безостановочно, то твое эго довольно быстро поймет, что происходит и пойдет на попятное. Ты начнешь отвлекаться, начнешь саботировать свое намерение прочистить свои мозги, начнешь искать какие-то новые способы измениться и тому подобное. Не трогай мое ЧСВ. Вот что будет нашептывать твое эго. Как проработать ЧСВ и освободиться от него? В этом видео моей основной задачей было донести до тебя, что ЧСВ определяет твой образ себя и твою картину мира. ЧСВ не только формирует, но и влияет на весь твой внутренний мир. Это означает, что если ты хочешь его проработать, то придется браться за все содержимое своего внутреннего мира и весь свой внутренний мир прорабатывать. Почему весь? Потому что весь он каким-то боком дозавязан на твое ощущение собственной важности. И эту важность нужно устранять из всего и сразу. Зачем это делать? Потому что ты хочешь избавиться от обиды. Ты ведь за этим сюда пришел, правильно? Так вот, обида опирается на твое ЧСВ и подпитывает его точно так же, как те эмоции, которые я назвал чуть раньше. Это означает, что, как я уже говорил, если ты хочешь освободиться от обиды, нужно освободиться и от собственной важности. Раз так, то альтернатив тотальным массированным проработкам нет. Нужно брать все содержимое своего ума и устранять из него все проявления ЧСВ. Вот когда ЧСВ будет ослаблено до некоего порогового значения, ниже которого оно перестает на тебя влиять, на твое мировосприятие, твое реагирование и мышление, тогда свобода от обиды станет чем-то реальным. А как тотально прорабатывать содержимое своего ума? Для этого есть специальная техника под названием турбосуслик. Что это такое? Турбосуслик – это сверхмощная система для очистки ума от мусора, твоих негативных эмоций, страхов, тревог, зависти, ревности, обиды и т.д. Твоих ограничивающих убеждений и представлений, твоих негативных установок, комплексов, твоих эмоциональных травм, зависимостей и всего того, что тебе мешает быть счастливым и взять свою жизнь в свои руки. Турбосуслик работает с эмоциональным зарядом твоих внутренних проблем. Он разряжает травмирующие эпизоды прошлого, экологично их устраняя, а не заглаживая. Проблема в том, что этих эпизодов у среднего человека тысячи. В турбосуслике для обработки твоих внутренних проблем впервые была задействована огромная скрытая вычислительная мощность подсознания, что позволяет перелопатить прошлое буквально за несколько месяцев и проработать те эпизоды, о которых ты даже уже не помнишь. Что здорово, так это то, что тебе не нужно вновь погружаться в болезненные эпизоды прошлого и перепроживать их. Достаточно просто указать на них внимание, а подсознание само их проработает по задным алгоритмам, которые ты получишь после начала работы по этой системе. Наконец, турбосуслик это система самостоятельной работы над собой. С этой системой тебе не нужны психологи, терапевты, гуру саморазвития, лекции или семинары, блоги или ютюг-видео. Все, что тебе нужно, это стремление к максимальной внутренней свободе и готовность к серьезной работе над собой. Турбосуслик эта система не для всех. Она требует от человека много работы и готовности к большим изменениям, однако вознаграждает за это кардинальными изменениями к лучшему практически во всех сферах жизни. Свобода от своих негативных эмоций, свобода от зависимости от одобрения, свобода от ЧСВ, эмоциональный баланс – это лишь одни из многих закономерных бонусов от работы над собой по этой системе. Если ты хочешь максимально расчистить мозги от мусор, перестать морочить себе голову, освободиться от ЧСВ и в качестве бонуса больше никогда не обижаться на действия или бездействия других людей, предельно ясно осознавая, как ты сам создаешь свои эмоции, читай подробнее о системе трубосуслик по ссылке в описании к этому видео. На этом все. Если тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши их в комментариях. ЧСВ проработать трудно. Очень, очень трудно. Но сила твоего намерения измениться в любом случае должна быть выше, чем сила твоих внутренних ограничений. Иначе ты никогда не изменишься. Но раз ты смотришь это видео, я знаю, что намерение меняться у тебя есть. И что оно сильное. Дальше осталось только начать работать над собой. Инструментарий у тебя есть, намерение у тебя есть, поэтому... ДО ТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТ